Милия Васильевна, Вы затронули тему секса. Очень актуальная, кстати. Как Вы относитесь... Вернее, я знаю, как Вы относитесь к этому. Мы уже разбирали это неоднократно. Я хочу с Вами как-нибудь записать отдельно тему про секс и про сексуальность. Как Вы относитесь к тому, чтобы, например, заниматься сексом или, как говорят, любовью на первом свидании? Девушка хочет на первом свидании заняться сексом? У меня такой вопрос. Я не знаю, это зависит от девушки. Я пока... Я до этого никогда не занималась на первом. Смысл следующий. У меня всегда... А надо ли мне заниматься сексом на первом свидании, если я этого не хочу? Ну, вот так мы сформулируем. Я бы не стала бы заниматься его вообще никогда. Если я не хочу, то я этим не занимаюсь. Ну, ты ответил на вопрос. Или ответил на вопрос. Надо ли мне заниматься сексом на первом свидании, если я хочу? Как это звучит? Эмилия Васильевна, но ведь часто же, например, девушки, может быть, понимают, что им нравится мужчина и, может быть, и не против этого. Но они знают, что нужно немножко подинамить, помариновать парня, чтобы он поухаживал. И тогда, получается, играют в такую игру, да, что вроде бы и мужчине, например, понравился. То есть, представим себе такую ситуацию, что химия, да, что очень понравились друг друга, и это понимают буквально сразу же. И, например, и женщина бы не против, и мужчина совсем даже не против. Но женщина обычно же тянет, да, и психологи, коучи и так далее будут говорить, что месяц или два месяца, или сколько свиданий. Его нужно помариновать, чтобы он поухаживал. Аня, у тебя, ну, какая стратегия? Ты, например, встретилась с мужчиной, тебе он дико понравился. У тебя есть такое, что ты прямо на первом свидании захотела бы заняться... На первом, если я сейчас вспоминаю свои три такие отношения, какие-то длились семь лет, какие-то шесть, там, полтора года, у меня на первом никогда не было. Так вы... На первом никогда не было, но слишком долго я тоже не тянула. Большинство девушек нет желания заниматься сексом на первом свидании. Почему? Потому что девушки так устроены, что даже если ей мужчина нравится, то сексом она может заниматься с мужчиной. Когда она его узнала? Когда она его узнала? И тогда, смотри, вопрос-то звучит следующим образом. А как бы мне так отказать мужчине, чтобы мужчина... Мужчина же видит, что я ему понравилась, чтобы он не подумал, что я хочу его мариновать. Вот же как-то, да? Что я не мариную, я просто не хочу. И как мужчине сказать, что я просто не хочу? Вот мы с тобой подошли. И как мужчине сказать, что я просто не хочу? Вот с твоей позиции. Я так пытаюсь вспомнить, каким образом я вела. Но в первый раз мне просто не предлагали. То есть я, по-видимому, встречалась с такими приличными мужчинами, которые как-то считали так, что... Хватает ума выбрать мужчин, которые понимают, что женщины не кривляются, что они на самом деле не хотят. Ну вот, например, потом... Если бы мне, например, мы предложили, ну, предположим, не на первом, а на втором свидании. И, предположим, я считаю, что это еще рано. А почему ты считаешь? Вот давай с этого. Почему ты считаешь? Ну, как ты считаешь, рано или не рано? Ну, предположим, я считаю, что я хочу узнать больше данного мужчину. Хочу больше узнать. Хочу узнать вообще просто, нравлюсь ли я ему просто, ну, там, просто вот ради секса или вообще как женщина, как человек. Например, если это важно. Мужчины говорят, у них же есть такая присказка. Да я не могу понять, нравишься ты или мне не нравишься. Я хочу посмотреть, нравишься ты мне в сексе или не нравишься. Да, я знаю эту присказку. Конечно, конечно. А женщина может тогда сказать, вот, а я не могу понять, нравишься ты мне или нет. И мне для того, чтобы тебе понравиться в сексе, для этого мне нужно немножко побольше тебя узнать. И, то есть, я бы сказала так, что, да, ты мне нравишься, но пока еще рано. И как ты относишься к тому, чтобы мы там еще повстречались. Ну, как-то я бы задала вопрос таким образом, чтобы он понял, что он мне очень нравится, что у него есть шанс. Но сказала бы по поводу того, что для меня важно понять, почувствовать вообще, что это такое быть с ним. Анна, ну, есть же такой ответ, вот, знаешь, который мы все время забываем. Мужчина рвется к сексу, потому что он верит, что он получит удовольствие. Я не рвусь к сексу, потому что я еще не уверена, что я получу удовольствие. Когда я буду уверена, что я получу удовольствие, тогда и будет секс. Вот и весь разговор. Или как? Или я должна без удовольствия, как раньше. Я такой сексуальный снаряд. Нет, я не сексуальный снаряд. Да, ты мне нравишься, но я еще не уверена, что я получу удовольствие от секса. Мужчина оскорбится? Ну, фу, в руки. Эмилия Васильевна, я могу себе представить, некоторые половой гангстеры скажут, что ой, я такой просто... Да я плевать хотела Аню. Я плевать хотела, что он мне скажет. Он говорит все, что угодно. Милый, ты мне вот это трепотнёй хочешь убедить? Нет, у меня свои параметры. Когда я пойму, что я точно получу удовольствие в сексе с тобой, тогда и будет секс. Пока я такой вывод не сделала. И если он хочет убеждать, я так сяду, послушаю, скажу, ну и как ты думаешь, ты меня убедил? Что именно так женщину надо убеждать, что она удовольствие в сексе получит? У женщин другие критерии. Я хочу убедить, да, какой ты человек. Я не буду ему объяснять. Понимаешь, пусть он скачет. Он хочет меня убедить. А знаешь, а когда кто-то хочет тебя, вот я знаю, что я не получу. И в этом, Аня, правда. Почему мы с женщиной не соглашаемся? Почему и с женщиной, которые соглашаются на первом свидании. Я не говорю там о каких-то легких шлюшках. Я говорю о тех, которые, вот даже этот фильм, да, как там, «Самолет, девушка», а еще раз про любовь, где Татьяна Доронина играла. Да, прекрасный, да. Не в первый день. Да потому что она уже давно этого мужчину знала. Он уже давно у нее, он уже для нее стал близким человеком. Когда мы, женщины, получаем удовольствие. Когда мы можем довериться мужчине. Когда он стал нам близким человеком. Я не буду это мужчине объяснять. Он другой, он по-другому устроен. Я с ним разговариваю. В формате его ценности. Он рвется к сексу со мной, потому что у него есть подозрение, что он получит кайф. Он же не рвется к ней кайфу. Ну, не надо меня тогда заставлять. Я пока не уверена, что я получу кайф. Когда буду уверена, тогда ты не хочешь на это время тратить. Какая женщина, можно так сказать? Которая не будет зубами держаться. Понимаешь? Которая не будет выслуживаться перед мужиком. Когда у нас эти вопросы. На каком свидании не отдаться? На том свидании, когда тебе захочется. Вот на каком свидании тебе отдаться. Ой, а я ему отдалась на первом свидании, да? А он меня бросил. Мила, а тебе захотелось на первом свидании? Тебе точно хотелось? Потому что если бы тебе хотелось на первом свидании, если бы вы сообща получили кайф от этого процесса, маловероятно, что он бы тебя бросил. А если ты согласилась быть одноразовой подстилкой, не знаю, да, одноразовой женщиной, ну так в чем проблема? Так вот мы, Аня, о чем разговариваем? Мы разговариваем о мужском и женском удовольствии. Если мы уже вышли на этот уровень равноправия, раньше же как были разговоры? Секс нужен мужикам. И мы, женщины, были такие спокойные, а мне секс не нужен. Да? Вот раньше как было. Смужен мужчине секс. А мне не нужен секс. А мне нужно просто понять, насколько ты надежный, классный человек. И мужик не мог ничего там впаривать, да? Ну, потому что мне нужно было время, чтобы посмотреть. Сейчас мы пришли к равноправию, женщины тоже сообщили, что им нужен секс. Мужчины сидят и говорят, ну, вам же тоже секс нужен, никто ничего друг другу не должен. Мужчина не должен выторговывать, выклянчивать. Вы тоже по ночам спите, приедете, мечтаете о вибраторах. Зачем вам вибратор? Тут вот такой живой, классный мужик. Ты чертовски привлекательна, я чертовски привлекателен. Пошли в кусты. Так вот ответ такой. Милый, хорошо. Да, мне тоже нужен секс, как тебе. Только мне нужен секс, которым я удовольствие получу. Вот и весь разговор. И когда я пойму, что я его получу с тобой, а для этого мне нужно какое-то время, я как женщина что-то познаю, я по-другому устрою. Когда я пойму, и вот такие девушки, как я, девушки, которые у меня обучались, они вообще отдаются. Когда они поймут, что они получат от этого удовольствие. А если она понимает, что она еще не готова к получению удовольствия, она не будет отдаваться ради того, чтобы выслужиться, ради того, чтобы он не подумал о ней чего-то, ради того, чтобы он ее не бросил. Нет мнения. У меня вот есть такое мнение. Если мне нужен секс, то секс должен быть такой, от которого я получу удовольствие. Вот весь разговор. Очень простой, кстати, да. А, да, Емелья Васильевна, вы так хорошо про это рассказали, так что я уверена в том, что те женщины, те девушки, которые нас будут слушать... Главное, чтобы они научились к себе прислушиваться. Главное, чтобы они понимали, что когда они согласились, они на самом деле уже поняли, что они готовы к этому контакту, что они его хотят. Или они по-прежнему вот в этом рабском, бабском положении выслуживаются перед мужиком. Потому что мужик нам дает оценку. Да? Так я делаю, не так я делаю. И вот, чтобы выслужиться, чтобы он мне хорошую оценку поставил. И вот я на первом свидании я ему не даю, потому что он подумает, что я шлюха. А на третьем свидании, хотя я еще не готова, я ему даю, чтобы он не подумал, что я ломака. То есть все время, все мысли, что он там подумает. Что ты подумаешь, что ты почувствуешь. И пусть он считается с этими твоими чувствами. Да, ты другая. Знаешь, как говорят, да? Не надо рыбу кормить клубникой. Она ест другое. Так и здесь. Не надо мне втюхивать и впаривать, что я так, как и ты, прямо такая. У меня нет тестостерона, чтобы я вылупил глаза, там до первых свиданий. И этого нет. И придется это учитывать. И идти навстречу друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.